привет дорогие друзья привет дорогие подписчики я сегодня вот с молотком и сегодня у нас будет практика цены будет рецепт мы с вами недавно разделывали курицу помните там забили целый ящик вот вы кстати забили свой ящик курицей а то у нас практика и собственно надо же из чего-то делать ладно сегодня будем жарить бедра вот ну филешку любят все используют все были вот комментарии были вопросы что вот я кроме филе ничего не использую как что делать с другими частями вот сегодня специально я взял бедро бедро честно скажу вот она вот бедро помните подписано все бедро 500 грамм я бедра люблю сильно вещь универсальная вот эта часть курицы да это темное мясо если филе у нас это светлое мясо то бедро это темное мясо голень бедро темное мясо вот универсальное можно жарить можно варить можно запекать тушить получается во всех случаях хорошо плюс еще бедро обалденный совершенно шашлык вот просто великолепный можно делать шашлык вкуснее ничего нет и так бедро друзья мы будем заодно мы тут попробуем все я решил как сделать то что в принципе поскольку бедро у нас такое универсальное его можно просто взять пожарить на масле на сковороде просто взять бедро посолить поперчить и пожарить его можно пожарить в панировке мы сделаем из него шницель сегодня вот и заодно соответственно освоим панировку освоим лизон вот освоим отбивание я помню спрашивала подписчица вот вот не помню кто спрашивала что здесь поможет что-то вот папа больше по мясу вот зачем его отбивать так далее так далее вот сейчас заодно и отобьем у меня здесь бедра с косточкой косточка если мы их просто вот так их можно она видите бедро чем еще хорошо она плоская и поэтому когда мы кладем на сковороду она ложится всей поверхностью что здесь что здесь и идет равномерно и достаточно прожарка в отличие от голени скажем у которой да вот здесь вот здесь вот вот этот вот так вот кость да и голень то есть она так вот условно плоскостями ложится вот поэтому если мы уже просто на сковороде я бы в общем ничего не делал поскольку мы сейчас будем это отбивать я уберу кожу и уберу кость у кожу я уберу сразу чтобы она нам не мешала и вот я сделаю так я сделаю сейчас два варианта знаете наверное так я из двух вариантов сделаю панировочные вещи дальше на целя а вот эти варианты я пожарю просто на сковороде вот мы давайте давайте вот так сделаем наверно прямо сейчас ко мне эта мысль пришла и дам так сказать за одно и то же время я дам вам больше больше всяческих вариантов и практик вот ну как вот собственно просто вырезаю кончиком ножа вот так подрезаю подрезаю по кости помните как мы курицу разделывали вот так вот я ее аккуратненько эту просто обхожу стараюсь по минимуму оставить мясо на ней вот и все вот так вот так же точно вот эти косточки я тоже положу к костям потом в морозилку потому что ну бульон собственно да тут не всегда ли не все мясо отрежешь то есть это замечательно будет дальше бульон я кладу их вот так на расстоянии некоторым друг от друга гладкой частью наверх чтобы вот удобно мне видеть да здесь тонко здесь толсто толсто тонко соответственно вот я буду отбивать сейчас то есть мясо мы отбиваем зачем мясо так есть вот все она закрыта так вот отбиваем и мясо преследует два варианта первое сделать мясо более мягким разрушить все ткани разрушить все же жить и держит за там ткани какие-то жировые прослойки какие-то там пленочки перепон очки и вот когда мы бьем молотком по ним мы это все разрушаем эти связи и мясо становится мягче и второй вариант это тот нам не нужно сделать это мясо мягче она мягкая данном случае мы будем отбивать просто придавая аккуратную плоскую ровную форму вот зубчиками я несколько раз ударю вот и дальше плоской формы бы я буду так вот бить чтобы то есть я бьет с направлением задая задавая направление задая вот уже видите она вот этот кусок равномерно плоский везде вот я этого добиваю щас и здесь еще немножечко надо поработать это привет соседям называется вот посмотрите дорогие друзья весь и все плоская вот плоская она стала плоским и что самое важное она стала тонким чем толще кусок тем нам тяжелее его прожарить вплоть до абсолютной невозможности чем тоньше кусок тем быстрее то есть мы сейчас это все дело в панировочку закатаем и не знаю по 4 по 5 минут с каждой стороны тем самым и панировка сгореть не успеем мы же и жарим в масле на сковороде если мы жарили в духовке там был бы другой так сказать калинкор вот на этом изгали с голенями будем пробовать вот а тут тоненько положил подержал положил подержал и будет отлично и а теперь будут панировка она закроет все соки в мясе это как кокон такой да как скорлупа у яйца так вот панировка у у мяса который мы жарим вот так и поскольку мы сейчас какое-то время про занимаемся панировкой я дам мясу собственно его посолю поперчу тут главное не перестараться у меня перечная смесь три вида у меня здесь красный перец розы у меня здесь черный перец черного конечно больше он самый дешевый вот и совсем немножко белого перца вот и поскольку здесь у меня будет закрыто это мясо все будет закрыта панировка я дам еще сухого чеснока я так не буду делать хоть он конечно и не горит но я не буду так делать вот с этой курицы которая будет на открытой сковороде лежать мясо есть то же самое сейчас повторю первое что я сделаю я приготовлю так называемый лизон я соединю яйцо с водой и взболтаю его вот это будет вот это вот давать клейковину на 1 яйцо будет панировочная смесь намокать и так далее воды только я не могу найти воды но чуть-чуть я вот так он дал не знаю грамм наверное сколько ну грамм 30 наверное я дал воды вот это можно сразу посолить вот и взбить взбиваем так хорошенько венчиком вилкой вот такой вот венчик тоже обо всем этом мы с вами говорили друзья к слову сказать сегодняшний видео сегодняшняя практика у нас фактически здесь в ней присутствует все о чем мы говорили с вами ранее все из бокале и все из инструментов курица мы только что с вами раздела да то все это яйца мука это вот помните минимальный список бокале и минимальный набор продуктов там ну вот так вот вода здесь хорошо и считаете я дал так бы мне для этого объема надо был два яйца бить а так одно экономия реально в 250 процентов вот годится панировка у нас будет состоять из льезона из муки и из панировочных сухарей вот рекомендую когда будете делать вы ложку в муке нашел думаю где моя ложка вот она вот старайтесь давать себе не видно вот так ставайте старайтесь делать какие-то такие вот объемы по площадям чтобы они были эффективны чтобы вам удобно было работать так где вот панировочная смесь вот это же так вот и раз 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 ровняю мы будем делать двойную панировку значит смотрите друзья как запомнить как запомнить последовательность панировки вот этой вот запомните слова мясо его все знают мясо одно данном случае для нас это аббревиатура мука яйцо сухари панировка это сухари мука яйцо сухари мясо двойная панировка значит мука яйцо сухари яйцо сухари я возьму начну нагревать сковородочку на семерки значит тоже относительно у меня сегодня будем жарить на алюминий это толстый алюминий литой для индукционной плиты с покрытием с индукционными плитами друзья да в принципе наверное с любыми если вы начнете разогревать алюминиевые сковороды не толстые прям вот не совсем толстенный на максимуме сейчас бустер рублю вот у меня вот здесь он сам вот здесь начинает нагревать и он вспущивает вы тут одно такое да такое бывает вот долюбители чугуна на чугуне такого не будет вот теперь смотрите такая толщина у нас здесь но это все дело от били и какая толщина у нас здесь за счет кости внутри все-таки бугорком все-таки бугорком когда мы перевернём вот сюда дата и вот это будет жариться у нас дольше чем вот это это я буду жарить минутки там по 4 по 5 а это подольше это я буду жарить где-то на минут 15 не меньше вот как ну проверить вот я панировочки сюда бросил еще по конечнике не бурлит ничего и вот сейчас начнет вот здесь вот пузырить панировочка я уже буду готов сюда закладывать я себе сделал сейчас вот такой рабочий треугольник потому что это будет капать до чтобы было так что вот мука яйцо из яйца в панировку и раз сразу на сковороду чтобы не бегать тот через весь стол с этим совсем и подготовил себе щипцы ими будет удобно не пачкая руки и не пачкаю руки в этом во всем переворачивать все это дело вот но я вот начну с этих вещей я кладу на кожу вот шипит все я пошел кладу на кожу раз кладу на кожу 2 так и теперь начинаем смотрите мука яйцо поболтал так поболтал лишнее слил планировка планировка сухари хорошей тогда вот я хочу сделать двойную планировку я щас опять лицо с одной стороны с другой стороны двойная планировка зачем лучше держит вот и опять и сюда и вот так вот друзья все вот эти вот краешки вот это все можно конечно руками сделать вот ну вот это все будет вот так вот на пальцах на руках если у вас их там много штук вот и сюда раз положу и сейчас второй кусочек пойдет вот потом а если вы сейчас задаетесь вопросом что вот два куска он сделает куда эту всю муку девать куда эти все туда ставьте и оставьте эту муку для для следующего для следующего такого же действия яйцо разровняем я помню что этот кусок уже лежит пару минут пока этим занимаюсь а те еще дольше тоже старайтесь вот это всегда контролировать когда сколько и чего вы положили об есть вот здесь видите у меня я когда сейчас у меня я когда щипцы убрал от мяса еще страшно я вот так посыпать он же пока сверху лежит и так вот все пока там все это дело жарится немножечко шумит но он просто иначе будет это не очень хорошо шницели панировочки я предполагаю жарить перевернув всего лишь один раз уже там минутки по четыре по пять а курочку уже пора переворачивать и переверну я такую курочку смысле без панировки до пару раз я переверну вот так вот друзья я выключил свет с камеры специально чтобы было хорошо видно хорошо вам видны были цвета вот видите почему я переворачивать первый раз клал кожей кожа вниз ухожу вот так иначе бы она слезла у вас я сейчас перевернул а эти пока трогать не буду и вот она и вот она посмотрите видите сейчас вот эта часть жарится а вот это висит в воздухе и вот когда куски неровные с жаркой вот так на сковороде могут возникать проблемы вот из-за этим надо следить последовать может быть даже иногда вот так прижать дать в конце и не прогреться вот иначе вы можете получить либо общий недожар либо пережар вот этих частей вот я не меняю нагрев как был семерка так семерка у меня и стоит чтобы не пережить потому что опять же скоро до с антипригаркой позволяет ошибаться они не пригорают он они все его же о но реально то не если начать сильно нагревать колоду они будут гореть они не будут приставать к скороде но сгорать они будут друзья для понимания то я говорю семерка семерка индукционная плита у которого у которой 9 делений и 10 это бустер самый максимальный вот я вот из 9 деления на седьмом стоял так вот прошло пять минут уже у нас вот здесь вот вот поглядываю тоже что у нас здесь вот видите край здесь уже прожарка уже корочка вот это можно есть а вот отсюда из центра идет кровь еще сок и здесь температура сейчас где-то градусов но 55-60 именно за счет его форму вот это его так вот такой вот да а эти практически готовы поэтому вроде бы вот одна скоро до 1 этажа курица а результат сейчас по прожарку совершенно разные у них он сырой сырой еще край я ура сейчас вот так поставлю пусть он жарится с этой стороны слову сказать друзья говорят масло стреляет вот эти вот да вот все вот эти вот пузырики это не масло стреляет масло не стреляет хоть как его нагреть из курицы выходит сок жидкость попадает воскаленное масло моментально закипает из паром выбивает его вышибает вот это вода стреляет который в курице обратите внимание здесь практически никакой стрельбы нет что здесь видите и что здесь почему потому что весь сок остался в курице за счет вот этой нашей планировки все готово это я снимаю прошло три пять восемь девять десять минут до 10 минут прошло это я вот так перевернул я помню что сказал что один раз буду переворачивать я чуть-чуть дал сочности она сейчас вот подсохла корочка а теперь на снова набрала можно и делать тогда я сейчас попробую дать свет опять вот посмотрите вот она вот такая вот я ведь сделал все здесь корочку вот теперь посмотрите вот здесь надо поджарить и вот так вот поставлю этот вот так а этот под него вот так и это поднимает тот край тот край прижаривается а вы этого этот край прижаривает то есть такая работа с формой да я использую форму куска каждого для поддержания соседнего и я думаю вы согласитесь вот вы увидели что жарко просто на сковороде кусков курицы ну достаточно такое занятие то есть надо стоять и постоянно уделять этому времени просто тогда нибудь реально вкусно пожарены чтобы этого не делать многие делают как они убавляют огонь вот мы на семерке стоит убавляют до пятерки дают или чуть-чуть водички или чуть-чуть масла и закрывают крышкой вот и все и процесс пошел в разнос конечно при таком варианте за ней не надо следить ее не надо никуда вертеть но уже будет не то уже не будет вот полной степени прожарки но тем не менее таком способе вот тоже знаете можно сделать и так а ну да почему как бы если накрыть крышкой добавить воды она пойдет не в ту сторону уже она начнет вариться начнет вариться или тушиться но не жарится до 13 14 минут прошло как проверить готовность у меня вот такой вот железный шампур вы можете взять вилку или острый нож кончиком и ну придерживая самую найти самую толстую часть да вот здесь вот и до середины вот так кольнули и надавили вот если отсюда идет красный сок то середине значит еще не готова он она кровь пошла видно он она точно четко не готова а здесь уже видеть что поэтому мы снова переворачиваем поскольку здесь уже хорошо я сейчас убавляю мощность плиты семерки вот как раз на эту пятерку но по-прежнему крышка не закрываю и буду вот так вот дослеживать за этой курицы вот друзья и обратите еще внимание что я эти кусочки вот сюда не кладу на середину и ни разу не положил почему то что здесь самый жар а мне уже самый жар не нужен самый жар уже все сделал они уже вам всех храме лизованные храме лизованы вот ну поджаристый он уже какие поэтому самый жар мне не нужен я сейчас просто выгоняют догоняют внутри куска температуру нормально когда люди да вот особенно вы если будете первый раз вот так вот жарить большой соблазн когда вы видите вот такую корочку снять и есть но вы только что увидели что внутри такой под конец готова и нигде не пережарено верить нигде не пережарен 20 минут по последним от по кускам 20 минут по тем 10 ровно два раза друзья все готово шницели уже отдохнули первый кусочек бедра тоже отдохнул второму только что сняли сейчас будем резать и смотреть врезать буду смотреть конечно хорошо бы блин если бы была студия у меня мы бы сейчас тут с вами до готовили бы и каждый бы попробовал ну это мечты так эти пока отдыхают пусть так смотрим что мы смотрим я проверю ну вот органолептику корочка корочка сок есть сок он есть то есть она видите видно сочная вот ну давайте я попробую кусочек просто я на камеру не будут пробовать это нафиг никому вот я просто скажу да друзья она готова и она вкусная тут и соль перец и чеснок все хорошо все как по собственной планировать вот но в общем то ладно нас тут интересует еще вот это да так ну цвет как вам цвет кожа равномерная кожа не сдутая не низко у кожаная здесь корочка корочка из со всех сторон со всех сторон поджаристая корочка это тоже важно почему все это вам так показываю да я же но опять же на здесь не рецепт вот вы после этого возьмете и пожарите вот так как как вкусно будет как-то и будет красиво понимаете вот что будет красиво не только вкусно будет красиво реально жареный но давай посмотрим достаточно я продержал но судя по виду да судя по виду достаточно но здесь то точно вот сейчас тоже это попробую то есть нету вот это вот только вот что это у нас такое жилка сейчас я попробую тоже этот кусок посмотрим да да хорошо жареная курица тоже все замечательно все получилось вот тоже видите сок все осталось все все сочное везде мешает он сонька пришла на запах сейчас я упущу заходи хвост то есть все здесь замечательно вот теперь смотрите на сковороду вот этот штук вся как видите здесь тоже особо пригоревшего ничего нет вот вот если вот в этом теперь касаемо гарнира если вот в этом прогреть заранее одновременно с ней сваренный рис будет вкусно макароны будет вкусно булгур кускус замечательно то есть вот почему я до застрел ваше внимание на этого сковороде после жарки то это там что такое это масло впитавшая в себя соки соль перец чеснок куриный сок вот это все это такой некий соус и это обязательно можно использовать при приготовлении гарниров я сейчас не делаю вот там украшение что-то то есть у нас не рецепт у нас обучение как турист устно хорошо пожарить и вот вот эти вот такие вот нотки нотки нюансы да даже если вы пюрешку сделали можно вот этим пюрешку палить или вот пока вас пока вы стоите выморачиваете одновременно поставили варить рисок рисок сварился раз сюда курицу сняли прогрели он вообще супер просто обалденно еще под под стопочку так просто хорошо так что друзья мои я надеюсь опять длинное видео получилось но хочу все показать учимся учимся какие-то вещи в основном ролики говорил кидая там укладывать в 10 минут вот как когда доходит дело до практики вижу не укладываюсь но вижу вы смотрите вам это нравится и это замечательно те кто смотрит первый раз вот вам надо попробовать это тогда вы точно подписались я мог вам сейчас через экран дать вот прям подписались бы сказали хотим хотим научиться жарить курицу хотим научиться готовить так что дорогие друзья пробуйте а у нас впереди голени в духовке у нас впереди будет у нас суп из чечевицы блендером получимся блендерить вот там тоже покажу там фишечку такое что-то задумал покажу интрига такая и собственно до скорых встреч сейчас пойдем быстрыми темпами пока приятного аппетита